Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в маленький дрища обзорчик. Поехали! А сегодня вашему вниманию представляется три гранаты от разных производителей. Самым первым у нас будет на очереди от, скорее всего, Strike Art. Эта граната выполнена с задержкой, то есть чека активная и действующая. Что это значит? Это значит, что если вы зажали чеку, вы дернули кольцо, и пока вы держите, эта граната не взорвется. Ребята, несмотря на то, что так утверждает производитель, я вам крайне не рекомендую держать ее в руке с вытянутым кольцом. Как только вытащили кольцо, сразу кидайте. Но, на всякий случай, мы сегодня эту чеку проверим. А второй гранатой у нас сегодня будет RGS-6 от сайта strike.com.ru. Кто хочет, может перейти туда и приобрести. Они мне не платят, поэтому мне по барабану. Эти гранаты выполнены в двух видах. Это RGS-6 и RGS-4. Картиночка вот здесь. Что это значит? Это значит, что внутри у нас в данной гранате 6-й Корсар, а в той, которая 4-й, 4-й Корсар. Ну, очевидно. Эта граната выполнена у нас из картона. На ней куча надписей, предостерегающих вас от небезопасного использования. Также имеется чека в виде шнурка и металлического колечка. Чтобы задействовать эту гранату, необходимо потянуть за шнурок. Как только потянули, сразу бросаем. Рекомендую, если вы правша, держать гранату в правой руке, а выдергивать кольцо в левой руке. Потому что я видел, некоторые персонажи делают вот так. Почему бы мне не дергнуть правой рукой? Да! Раз! Выдернули! О, Господи! Надо вот так вот! Пока перекидывает из руки в руку, она бывает падает. Чув, разумеется. В лучшем случае, если это всего лишь страйковая граната, вас обсыпет горохом. Возможно, подает немного по шарам. А если это настоящая граната, это будет печальный опыт. Ну, а третьим у нас на очереди будет поролоновая самопалка, которую делал я сам. Рецепт я вам не скажу. И как ее приготовить, не скажу. Она сертифицирована. Да, я, собственно, ручно подписал этот сертификат. Внимание, ФСБ, здравствуйте. По начинкам. Там и там есть какая-то начинка. Скорее всего, в РГС-6 использован банальный горох. Нет, ни шары, ни какие-то вторичные обработки, а самый настоящий горох. На мой взгляд, это очень рационально по причине того, что это экологически чисто. Как только граната взорвалась, и вступает тут действие природы. Гордон начинает разлагаться, горох начинает разлагаться, либо прорастать. Мы приносим жизнь в этот мир, взрывая гороховые гранаты. Что же насчет красной гранатки от Strike Hard? Судя по всему, внутри есть свой собственный взрыватель. Эквивалент четвертого, может быть, шестого Корсара. Я утверждать этого не буду. Пластиковый корпус, пластиковая ЧК и металлическое кольцо. Что внутри, опять же скажу, я не знаю. Как только взорвем, мы обязательно посмотрим, что. По стоимости. Граната от Strike Hard в красном корпусе. Порядка 250 рублей розничная цена. Ну, так как там все-таки есть ЧК, причем активная ЧК. А от RGS врать не буду. Если четверка в районе 100 рублей, то это, наверное, будет 110-120 рублей. Честно говоря, не проверял. Но, собственно, более экономичный вариант. Ну, а третьим пойдет мое поролоновое чудо. Что здесь было использовано? Утефлитель трубы, который обхватывает трубу. Стоит копейки, по-моему, за 2 метра. Я отдал, что-то, около 30 рублей. Две картонки, склеенные клеем. А внутри горох. Тоже экологически чистый. Единственное, что я вот тут задумался об использовании экологичности этих гранатов. Потому что все-таки пролон этот не особо экологически чист. А себестоимость этого чуда одной штуки вышла, ну, 25, ну, максимум 30 рублей. Ну, а что, собственно, мы разговариваем. Давайте приступим к испытаниям. В первую очередь у нас пойдет граната от Strike Art с активной чекой. Отжимаем у сети кольца и выдергиваем. И, я думаю, стоит отойти. И таки какое-то время на взрыв. Если она задымится, сразу бегите. Бросайте все и бегите. Не надо экспериментировать. Не повторяйте то, что делаю я. Ни в коем случае. Да, у страха глаза велики. Ну, ладно. Теперь давайте просто ее взорвем. Смотрим. У нас кольцо внутри. Выдергиваем колечко. Если кто-нибудь попризиски, к счастью, или, к сожалению, может, нету, погнали. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Это, казалось, пейнтбольная граната и внутри краска. А, это на объективе. Да, пятно вот здесь. На практику красная граната оказалась не совсем от страйк-арта. Она оказалась малярной. Меня заплевало какой-то гадостью красной. Объектив тоже попало, пришлось вытирать. В общем, Тупгану огромное спасибо за подставу. Я вам еще скажу все, что я за вас думаю. А тем временем мы продолжаем. И второй на очереди у нас является граната РГС-6. Шестым корсаром. Будьте аккуратны. Она мощнее, чем РГС-4. И поэтому, как только вы выдернули чеку, бегите. Или бросайте. Лучше бросайте. А лучше бросайте и бегите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну что я вам скажу, было довольно кошерненько Взрыв был красочный Мне зарядило по спине и поляшкам Несмотря на то, что я убежал на довольно приличное расстояние Ну а самым последним, но не самым худшим Является моя домашняя самоделка Для того, чтобы ее активировать Нам нужна будет зажигалка Либо коробок спичек В принципе, можно сделать чеку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А на этом у меня все или почти все Спасибо за то, что посмотрели до конца Все, кто не видел мои предыдущие видео Можете нажать вот здесь А также рекомендую подписаться на канал Поставить палец вверх А также пройти по ссылочке Для того, чтобы попасть в официальную группу Там будут представлены дополнительные материалы Спасибо большое магазину ТОПГАН За предоставленную пиротехнику Увидимся, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА